МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой уже раз у вас? Третий раз я выбираюсь. Вот я всем... У нас два сейчас, скажем так, депутатских направления. Это те, кто первый раз, например, пришли, еще никогда не были депутатами, и уже депутаты с опытом. Вот вы относитесь к категории опытных депутатов, и я задаю всем вопрос, почему опять решили пойти в депутаты? Ну, вы знаете, это вопрос, который, как знаете, всегда раньше говорили, коллектив поддержал, сказали, надо. Ну, это вот как раз тот случай. Ну, значит, коллективу нравится, как вы работаете? Надеюсь. И раз вас... Как проходила избирательная кампания? То есть как общение с людьми было, наверное? Да, конечно, мы достаточно много провели бесед, встречи. С трудовыми коллективами, дворовые встречи были. То есть это достаточно такой... Ну, был очень плотный график. Это, как правило, было... Не как правило, это был летний период. Ну, с июня, да, там началась кампания? Ну, с июля, там, по середину сентября, там, по 11 выборы были, да. А какие вопросы в основном ставили? Тем более вы уже депутат с опытом. Вы знаете, процентов, наверное, 80, а может быть, даже 90 – это вопросы, связанные с ЖКХ, с системой жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Также достаточно много вопросов задавали, вопросы, связанные с медициной, транспорт. Ну, вот, наверное, так. То есть это такой основной набор, потому что, ну, эти же вопросы, вот, скажем так, вы их решаете, например, там, с ЖКХ появляется новый, ну, в том же направлении. Да, опять нужно решать. И у нас многие депутаты здесь были представители как раз управляющей компании ЖКХ, мы обсуждали эти вопросы. Насколько сегодня вы можете оценивать вот свой депутатский округ, где вы представляете как депутат, что эти вопросы с ЖКХ более-менее под контролем? Вы знаете, я представляю округ номер 3. Это округ, который расположен вокруг Наташинского парка. Это в большинстве своем улицы Попова, Митрофаново, 8 Марта, Урицкого, Толстого, Гоголя. И это достаточно такой относительно, ну, не старый жилой фонд, а жилой фонд, ну, устоявшийся, скажем так, да. И вы знаете, за бытность депутатам, да, достаточно много изменений произошло. Это видно, в принципе, неоруженным глазом. То есть, ну, мы, к сожалению, у нас где-то нет фотографий каких-то, да, или мы, знаете, как не держим в кармане, как там было. Сделали и сделали, да. Сделали и сделали, да. А на самом деле, если так посмотреть на фотокарточки и многие места нашего округа, округ сильно изменился. Это объективно сделаны почти все дворы. Обязательно был, ну, рука была приложена к каждому двору. Все, что касается системы ЖКХ, тоже достаточно большие сдвиги. Это и ремонт кровель, и там стояков, и окон, ремонт подъездов. То есть, достаточно асфальтирования придомовой территории, спортивные, детские, игровые площадки и так далее. Поэтому я оцениваю, что у нас динамика положительная. То есть, как фотографии было, стало, да? Можно смело наш округ выставлять, и будет не стыдно, честно скажу. Но вот тут еще такой один важный момент. Мы же воспринимаем депутата иногда, да? Это, наверное, неправильное представление, что вот депутат сидит на приеме и ждет. Какие же у нас проблемы в округе, и люди приходят. Скорее всего, есть вещи, которые решаются на уровне городского округа Люберца, я имею в виду и на уровне администрации, и на уровне Совета депутатов, когда житель еще ничего не спрашивал, ничего не просил, а ему стояк уже поменяли. А бывает момент, когда он приходит и говорит, что поменяйте мне стояк. Ну, я так условно говорю. Да, действительно так работает? Да, это абсолютно вы правильно рассказали, работу нашего организма управленческого. Да, действительно, есть вещи, которые ставятся в план, и люди просто порой не замечают, что где-то, да, действительно поменяли стояк по плану. Стало лучше. Стало лучше. Где-то покрасили, где-то... А бывает, ну, бывают аварийные варианты. То есть, да, мы живем, все бывает. Ну, вот я говорил с депутатами уже опытными, такими же, как вы, что и спрашивал, это хорошо, когда, например, депутатский корпус, ну, какая-то часть его остается как ветераны, скажем, депутатского движения, и так называемая условно молодая кровь, которая приходит. Вот как вы сейчас оцениваете совет депутатов нового созыва, где есть уже и ваши коллеги, причем, я так понимаю, те люди, которые новые пришли, вы тоже, наверное, многих знаете. Насколько он будет работоспособный на сегодняшний день? Что от него ждать всем жителям городского округа Люберца? Ну, я, наверное, на первую часть вопроса начну сначала по порядку, да. Ну, во-первых, про преемственность. Безусловно, молодому поколению, которому я когда-то был, и первый раз всегда что-то бывает, безусловно, требуется помощь и требуются наставники. Поэтому спасибо большое моим старшим коллегам, которые помогали мне в этом, и, прежде всего, Сергею Николаевичу Антонову, бывшему нашему председателю совета, да, то есть, которые, ну, скажем так, воспитали и направили, да. Вот, насчет, как дальше, да. Ну, совет депутатов, это как вся наша жизнь. Ну, мы растем. Кто-то, да, вот, и я в том числе, и появляются новые люди, они, скажем так, представляют какие-то интересы там в разных округах. Вот, я, например, давно был знаком с Брянцевым Владимиром Николаевичем. Он был здесь у нас? Да, это мой коллега по моему округу. Я очень, мне очень приятно, что он избрался в депутаты и будет в наших рядах. Это вот... Войной удар будет теперь, да? Да, то есть, это близко, это вот то, что прямо рядом, да, у нас, вот, я прямо могу назвать, да, вот, появились также по другим округам новые люди. То есть, это хорошо, то есть, люди приходят с новыми идеями, с новыми мыслями. Как-то так. А скажите, пожалуйста, вот, насколько мне известно, шесть комиссий у нас в Совете депутатов. Кажется, с одной стороны, что вроде бы для такого огромного городского округа, вроде как шесть комиссий мало. Тем не менее, как-то их так распределили? И какую комиссию вы представляете? Чем занимается комиссия? Я участвую в двух комиссиях. В двух? Можно в двух, да, участвовать? Да, можно в двух комиссиях. Я представляю комиссию по градостроительству, землепользованию и промышленности. Эта комиссия, я в ней заместитель председателя комитета. У нас председатель Локтенов Дмитрий Иванович, он очень опытный человек в этой сфере, поэтому мне приятно работать под его руководством. Также я представляю еще комиссию по предпринимательству, сфере услуг, связи, транспорту. Это вот вторая комиссия, в которой участвую. Ну, я выбрал эти комиссии, потому что это мне близко. То есть мой профиль деятельности, скажем так, основан на принятии... Ну, то есть есть опыт непосредственной работы в этой сфере. То есть я предприниматель сам к себе занимаюсь, предпринимательской деятельностью. Также я генеральный директор Люберецкий авторемонтный завод. Поэтому вопрос производственного характера мне достаточно знаком. И вот выбор у меня пал именно по такому принципу. Ну, две комиссии довольно-таки... Ну, все комиссии, понятно, важны. Но, тем не менее, вот слово предпринимательство, да, оно некоторых жителей... Ну, некоторые жители сами пытаются быть предпринимателями. Кто-то успешен в этом вопросе, кто-то стесняется заниматься предпринимательством, все время находя какие-то, ну, скажем так, вот это не пойдет, это не пойдет, потому что не пойдет никогда. Ну, то есть сидит на диване и все время думает. А кто-то пытается заниматься предпринимательством, но все время ему кажется, что какие-то палки в колеса вставляют. Вот если говорить о предпринимательстве в городском округе Люберцы, так как вы сами предприниматель, насколько сегодня у людей этого направления есть возможность придумать свое дело, открыть его здесь, в городском округе Люберцы, и что депутат, депутатский корпус может в чем помочь? Ну, вы знаете, вот вы прям затронули тот вопрос, вот буквально там полчаса назад у нас была комиссия, и я принимал участие приблизительно вот такого у нас на повестке был приблизительно такой вот вопрос. Да, и ну я бы в корень слова прежде всего посмотрел, слово предприниматель. Кто такой предприниматель? Это человек, который должен предпринимать. И по большому счету его сферы деятельности заложены изначально риски. То есть, как говорится, человек, идя в это направление деятельности, выбирая путь предпринимателя, ну, периодически рискует и принимает какие-то решения, в том числе для своего коллектива, такие, чтобы коллектив развивался, жил, рос, и люди... Ну, рабочие места, конечно. Да, рабочие места, получали заработные платы и так далее, и тому подобное. Поэтому корень предпринимательства, слово предпринимать, я бы вот... То есть, человек не может быть на месте, он все время должен что-то, да, все время... Не может. Точно так же, как я говорил про наш город, так и любая организация, это растущий организм, и каждый день нужно что-то делать, куда-то смотреть. Есть конкуренция, есть какие-то изменения в законодательстве, есть... Но есть и свободные ниши, которые можно еще заполнить, да? Да, конечно, это возможности, это прежде всего возможности, то есть... Расти, развиваться, пробовать. Да. Вот потому что ведь за предпринимателем очень многое стоит сегодня, да, если... Это, опять же, вы правильно говорите, на мой взгляд, если человек ничего не делает, то можно очень долго там плакаться, говорить, что не получается. Другое дело, пробовать, глядишь, и заработает что-то то, что необходимо для городского округа, для людей. Ну, есть статистика, да, я как бы, я думаю, что предпринимательской деятельностью на самом деле может заниматься не такой большой процент населения. Ну, да, это всякий талант. Ну, не знаю, талант, не талант, но все-таки склонность какая-то, да, то есть, безусловно, что есть большая часть населения, которая не готова к этому. Ну, не готова. Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Юрьевич Сухов, депутат Совета депутатов городского округа Люберца. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, ну, а потом продолжим. Хочется узнать еще какие-то подробности, как вы принимаете, где принимаете, как происходит у вас обратная связь с избирателями. Так что дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в студии депутат Совета депутатов городского округа Люберца Дмитрий Юрьевич Сухов. Ну, и вот про одну комиссию мы с вами поговорили, про предпринимательскую. Вторая комиссия тоже такое строительство. Это слово сегодня воспринимается, ну, с одной стороны, здорово. Строит много, тем более рядом Москва, и строит не только дома, а строит инфраструктуру и так далее. Здесь у нас были ваши коллеги-депутаты, которые тоже обращали на это внимание. Вот что комиссия решает по градостроительству? Может депутат Совета депутатов городского округа Люберца обратить внимание на какую-то стройку, которая вдруг заморозилась, ну, я условно говорю, или на то, что где-то кто-то планирует там, например, у нас знаменитая федеральная стройка дороги, да, идет, как там происходят вокруг нее процессы. Что решает эта комиссия, и что она дает городскому округу Люберца? Ну, эта комиссия, прежде всего, конечно, вы правильно задали вопрос, ну, она рассматривает все вопросы, которые поступают, там, какие-то перспективные предложения, какие-то жалобы, то есть... Квартирный вопрос. Квартирный вопрос, да. То есть, безусловно, все, что связано с землепользованием, то есть с прокладкой коммуникации, с прокладкой со строительством новых домов, дорог, это все к нам. То есть, безусловно, соблюдение законодательства, различные... Предложений, я так понимаю, много, и каждое предложение надо рассмотреть, на какое-то предложение обратить внимание, а где-то отказать нужно, объясняя почему, правда? Ну, безусловно. Ну, вы знаете, во-первых, есть профильные институты, которые занимаются проектированием. И, безусловно, скажем так, есть нормативы, есть правила, в котором происходит сначала проектная работа, да, потом согласовательная. И вот, скажем так, бывают ситуации, когда нужно, скажем так, на обсуждение. То есть, здесь, скажем так, мы рядом. То есть, прямое голосование происходит, когда вот вроде как нельзя, но если вот чуть-чуть и так далее, и поговорить еще, и попробовать вот так сделать... Нет, это не про это. А про что? Я бы сказал, что любая стройка – это прежде всего соблюдение законодательства. Потому что... Ну и защита людей, получается, потому что... Да, потому что, безусловно, скажем так, можно... Это, знаете как, построить можно, что будет дальше. Вот, поэтому... Ну да, инфраструктура, где-то забыли трубу проложить и так далее. Такое что же было? Такого быть не должно. Ну, не должно, но это и входит, в общем-то, в вашу комиссию. Теперь еще хотел поговорить с вами уже конкретно комиссия комиссии, тем более две комиссии, работы много. Но как депутат, то есть у вас уже, наверное, установившиеся, так скажем, традиции, как вы принимаете, какая у вас обратная связь, вы принимаете, у вас есть какой-то день приемный, пользуетесь ли вы социальными сетями, интернетом? Да, безусловно, одной из наших работ – это работа с жителями, с населением, которые к нам обращаются. Мой приемный день – это каждый второй вторник месяца с 15 до 18 часов Октябрьский проспект 241, это здание Либеринского авторемонтного завода. Безусловно, я присутствую в соцсетях, ВКонтакте, в Телеграме. То есть какие-то новости, которые происходят в жизни депутата, мероприятия, на которых бываю, освещаются. То есть это сейчас стало неотъемной частью нашей жизни. Ну, это как бы важно. Вы же сами говорили в первой части, что очень многое делается, и люди просто не знают о том, какой труд был вложен, как это все, скажем так, решалось, какие документы принимались. А люди просто это получают, и им кажется, что так и было. Ну, бывает же так. Бывает. Но я вижу перед собой довольно скромного такого предпринимателя, а предпринимателя, что же разное бывает. Вот скажите, вам помогает ваша предпринимательская жилка, скажем так, вот в работе депутата? Я сейчас поясню. Потому что, ну, наверное, можно быстрее решать какие-то вопросы, опять же, исходя из тех наработанных цепочек связей и так далее, когда то, что, например, молодой депутат может решать довольно долго, вы можете решить гораздо быстрее. Помогает? Вы знаете, наверное, есть какой-то стиль у каждого. Подход стиль. Подход, да, депутата. То есть, ну, я не знаю, у человека из соцсферы, я думаю, как-то, ну, мне так кажется, что это видно. Наверное, как-то вот в связи с тем, что я являюсь предпринимателем, и есть какие-то, наверное, моменты, которые, ну, подчерк, скажем так. Подчерк, да, помогает решать. Хорошо. Ваши избиратели, которые приходят на прием, это в основном люди зрелого возраста, или приходят разные люди с разными проблемами? Больше зрелого возраста. Да. Больше зрелого возраста. Лекарства, медицина, да? Ну, да, да. То есть, это по-прежнему вопрос? Да, это вопрос. Это вопрос, к сожалению, пока. Ну, решаем. Вы решаете эти вопросы, то есть, вы обращаетесь, ну, в какую-то профильную комиссию, либо вы обращаетесь... Ну, напрямую. Мы, скажем так, у нас же мы достаточно, мы, скажем так, на земле, на своей... Ну, вы знаете, да, мы депутатствуем, да. Мы много что с кем знакомы, поэтому какие-то на непосредственном личном контакте решаем какие-то вопросы. Ну, а вот когда, тут уже вот тоже обращаюсь к вам и как к депутату, и как к предпринимателю, ведь бывают моменты, когда, ну, то ли довольно сложный вопрос, и избиратели требуют, требуют, и он никак не решается. Вот с критикой, как обстоят дела, не только у вас вообще в Совете депутатов, я не поверю, если все вопросы решаются идеально, да, и сложности. Да нет, конечно. Как вот идет вот эта психологическая, может быть, работа с избирателями? Вы знаете, ну, все-таки я бы хотел сконцентрироваться на таком моменте. Депутат – это не человек, к которому пришли, и вот он сразу раз и решил. Да. Потому что, безусловно, есть вопросы, ну, если бы так все было, было бы слишком все просто. Да, это было бы легко. Да, это было бы слишком все просто и легко. Я, как человек, представляющий вот эти функции, да, я все-таки должен наметить путь решения. То есть, куда позвонить, кому обратиться, какое заявление. Какая форма заявления. Какая форма заявления, куда подать, проконтролировать процесс. То есть, и, конечно, когда на выходе получается, то результат, то просто получаешь моральное удовлетворение от сделанного. И иногда, наверное, спасибо скажут, а иногда и не скажут. Конечно. Нет, ну, в большинстве своем, вы знаете, люди на самом деле благодарны. То есть, я вот в большинстве своем сталкивался только с такими. То есть, вот эта обратная связь положительная тоже есть. Я верю, да, конечно. А если не решается вопрос, то как быть? Или, например, он не в компетенции Совета депутатов, нужно идти дальше, идти в Московскую областную думу. Да, ну, у нас же есть старшие коллеги, есть, опять же, вот, как вопрос, возвращаясь к первой части, да, когда вы задали, вот, коллеги, которые постарше были, да, в Совете. Вот иногда идешь за помощью к старшему просто посоветоваться, тебе подсказывают. То есть, тупиковых, в общем-то, ситуации не бывает? По большому счету нет. По большому счету всегда можно найти решение. То есть, скажем так, какой-то мозговой штурм, с каким-то вопросом обращаешься. Вот еще такой вопрос. Депутатский корпус, это депутаты, когда идет избирательная кампания, у депутатов есть какие-то помощники, да, люди, которые, ну, помогают ему, и которые верят в него, ну, то есть, как бы, что называется, дышат одним воздухом. Вот на сегодняшний день, помимо депутатского, ну, скажем так, сообщества депутатов, причем как нынешних, так и бывших, которые сейчас не представлены в Совете депутатов, но все равно какие-то связи сохранились. Есть люди, на которых вы опираетесь, с помощью которых вам, ну, легче, скажем так, не только жить, но и работать? Ну, безусловно, одному тяжело, тем более я депутат на непостоянной основе, и, скажем так, деятельность требует зачастую... 24 на 7. Ну, не так, чтобы прямо уж 24 на 7, но достаточно активный образ жизни вести. Конечно, есть помощники, и я очень благодарен им, что они мне помогают. Есть они, там, на разных направлениях. Кто-то, например, я, например, честно скажу, что соцсетями у меня не очень, да, то есть я как бы, мне в этом помогают. Или, там, есть вопросы, связанные с телефонными звонками и сбором информации. То есть, ну, вот такие вот моменты, конечно, опираться приходится на людей, которые рядом с тобой, помогают тебе в этом направлении. Ну, и таким образом решается больше проблем. То есть вы как бы уже не один, а такой человек, да, со многими возможностями. А вот вы говорите о социальной сети и так далее. Но сегодня же, тем более предприниматель, все пропитано пиаром. Зачастую пиар бывает дешевый, я имею в виду, ну, глобально, да, когда ничего нигде не сделано, а по картинкам вроде как сделано. Я так понимаю, что вы человек дела, поэтому вы не интересуетесь социальными сетями. Ну, мне хочется в это верить. Что про меня можно так сказать. Ну, я так спрашиваю, почему? Потому что обычно социальная сеть, то есть выступил, записал, интервью записал, сфотографировался, не знаю, в каске, еще где-то. И уже вроде как депутат работает. Ну, вы понимаете, момент связанный, все равно человека оценивают по его делам. Поэтому я думаю, что это главное. И, ну, как к самому первому вопросу возвращаясь, коллектив выдвинул, значит, доверяет. Да, значит, доверяет. Еще пару последних вопросов, уже будем завершать нашу программу. Насколько эта депутатская деятельность помогает вам в вашей персональной личной жизни, личной в глобальном смысле этого слова, а насколько, может быть, мешает? Ну, вы знаете, это очень хороший симбиоз, дополнение. То есть это, скажем так, да, в каких-то вопросах действительно помогает. То есть я знаком с большим кругом людей, которые, ну, встречаются на моем жизненном пути, в том числе и в моей предпринимательской деятельности. И мне проще где-то подойти, обсудить какую-то проблему, какой-то вопрос. То есть это, да. Но есть и обратная сторона медали. Это время. Время. Которое, да, где-то можно было бы уделить какому-то другому направлению. Ну, в общем и целом я доволен. И, скажем так, одно другое другому не мешает, а только дополняет. Ну, и последний вопрос. Какие-то есть пожелания всем избирателям, причем вашим избирателям, вообще избирателям городского округа Люберца? Вот у вас есть возможность что-то сказать им лично. Вы знаете, я бы хотел пожелать им прежде всего, чтобы все были здоровы и чтобы было мирное небо над головой. Я думаю, что это две основные вещи сейчас. Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич Сухов, депутат совета депутатов городского округа Люберца, был гостем нашей программы. Желаем вам успехов вот в этот уже в третий приход в депутатский корпус. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова